Виктория Каштаненко пишет о позиции, мнении Бабченко о возможном применении ядерного оружия Путина. Сейчас такого вопроса не стоит, но надо понимать те сентенции, о которых он говорит про загнанную в угол крысу. Это не просто так слова. Ядерный удар он может нанести, если почувствует опасность для России в тех границах, которые он считает незыблемыми, включая Крым. А не очевидно, понимаете, мне кажется, что очень важный фактор, который необходимо учитывать, это перспективы дальнейшего развития, динамику, так сказать, процесса. Вот если приближение к ситуации международного трибунала будет очевидным, и Путин будет понимать, что применение ядерного оружия даже тактическое может, так сказать, стимулировать Запад, активизировать вот эту идею и действия по международному трибуналу, то он просто будет опасаться. А Крым, не Крым, это больше, так сказать, разговоры. Понятно, что Путину необходимо утверждать так часто и так много, как это только возможно, что Крым – это Россия. Убеждать себя, убеждать своих сторонников, убеждать граждан России о том, что этот вопрос решенный, что мы обсуждать его даже и не собираемся. Но очевидно же, что это украденная территория, очевидно, что это оккупированные территории, это очевидно всем, очевидно и Путин. И превращать это в вопрос принципа, я не думаю, что Путин готов. Особенно, если речь пойдет о более принципиальном для Путина вопросе, вопросе трибунала, В результате которого он может быть признан международным преступником, и он и его окружение уже вне зависимости от того, применит он ядерное оружие или нет, будет осужден. Так что, скорее, вот этот фактор важнее, чем фактор Крыма.